Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Добрый вечер. В Кирове направлено в суд одно из самых резонансных дел последнего времени. Речь идет о бывшем владельце развлекательного центра «Титаник», который обвиняется в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетних. Новость об этом сегодня опубликовал Следственный комитет. По версии следствия, летом прошлого года 69-летний мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении четырех девочек. А в сентябре изнасиловал 14-летнюю кировчанку. Действовал мужчина по отработанной схеме, знакомился с подростками на пляже и предлагал подработать в центре отдыха. При этом зарплату девочки получали чисто символическую, а вот ущерб, причиненный преступлениями, оценить сложно. Как сообщили в следкоме, в ходе расследования обвиняемый вину не признал, пояснив, что девочки его оговаривают. Жители Уфы делятся кадрами полыхающего пассажирского автобуса. Он вспыхнул сегодня утром прямо на проезжей части. По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров в салоне не было. Водитель ехал в автосервис. Причина происшествия сейчас выясняется. И, наконец, пьяные якутские чайки произвели фурор в интернете. Видео было опубликовано в Инстаграм и моментально разлетелось по социальным сетям. На кадрах птицы, которые сидят на берегу реки, ведут себя довольно странно. Не реагируют на людей и лишь поворачивают головы, словно в замедленной съемке. Интернет-пользователи стали строить догадки, что могло стать причиной птичьего паралича. Некоторые предположили, что пернатые надышались угарным газом из-за лесных пожаров. Другие шутили, что чайки пьяные. Кстати, как выяснилось, последние были правы. В Министерстве экологии Якутии сообщили, что, предположительно, чайок кто-то накормил хлебом с алкоголем. Поэтому они и были обездвижены. У меня на этом все. До встречи.